итак микрофоны к сожалению садятся не знаю насколько хватит вот мой старый мотор видите снята головка сейчас я начну разборку ее мне нужно снять с нее турбину потому что это новая турбина давать ее мне конечно не хочется эту турбину отдавать я имею ввиду как списанный мотор поэтому сейчас я снимаю турбину опять с мотора буду покупать бушную сюда турбину ну чтоб с которой чисто отдать что положено отдать комплектный мотор в ответ вот будем делать из него комплектный и начну вынимать двигатель отсюда полностью с трансмиссии вот такой план на текущий момент смотрите как тут прикольно сделано весь мотор к проводке машины подсоединен всего тремя разъемами один силовое питание едва всякой дата и это весь жгут который запитывает весь мотор то есть я сейчас его здесь рассоединяю я просто временно питание не рассоединяю чтоб не обесточить машину уж как только я его снимаю с машины питания попадает не замки не работает ничего на турбину сегодня постараюсь снять это сегодня не работает абсолютно не хочет работаться сегодня приступаем к сниманию турбины она в принципе довольно легко откручивается надо только подлезть как бы болтам пытаюсь подлезть заглянуть я не там болты так это у меня морда снята а представьте как весело это раскручивать когда вся морда на месте стоит в на то вот это все довольно неудобно так назовем становится вот эту планку открутить турбины открутить еще надо планку спереди для этого сейчас другую головку надо взять так сейчас другую камеру наверно настрою чтоб видно было в общем снимаю турбину что так 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 Откручиваем потихоньку все болты. Осталась уже мелочь, буквально один масляный канал, на котором висит сейчас эта штука, и, по-моему, уже ничего не держит ее. Сейчас у нас включаем последний стык, это подача масла на турбину, и, по идее, турбина уже должна полностью вытащиться. Вот она снялась, турбина. Видите, вот она, новая вся, ни разу в ней ни масла не было, ничего. В общем, сейчас потихоньку дальше буду отвязывать двигатель. Мне надо теперь ложиться под машину, наверное, снять глушитель, чтобы он мне не мешался здесь, чтобы без него будет чуть проще вытащить его. Отключить шланги, отключить кардан сзади, ну, чтобы с трансмиссией вместе вынуть все это. Хотя я сейчас смотрю, может разнять их здесь прямо, трансмиссию оставим на машине. Посмотрю, может быть, разниму здесь их, чтобы трансмиссия осталась, и вытащу только мотор. На данный момент я не расключал шланги трансмиссии, то есть у меня пока они все целые. Вот этот радиатор, который на трансмиссию идёт, он не отсоединялся, масло не сливалось. Но, в принципе, это не проблема слить масло. Сейчас я отдалю, чтобы вам лучше было видно. Так вот, вот радиатор на трансмиссию, это линии все на трансмиссию пока собраны. Но я рассматриваю вариант их рассоединить или как-то снять вместе с мотором, не знаю. По той причине, что я всё равно хочу параллельно заменить масло в трансмиссии. Фильтр масла, он давно очень менялся, и хуже от такой замены не будет и точно. Вот внизу как это выглядит. Значит, что мне надо открутить? Вот этот силовой провод, это идёт на стартер. Я уже снял колпачок с него, он идёт на стартер. Я сейчас решаю, трансмиссию оставлять здесь или снимать. Если снимать, то надо открутить вот этот демпфер, который на кардан идёт. Сейчас снимать буду глушитель. Вот эту вот банку, чтобы она мне не мешалась на всякий случай. Вот здесь рассоединяются два шланга. Сейчас я их освещу, вот видите, с синенькой пометкой и просто чёрной. Это топливные шланги, подача топлива на двигатель и обратка. Это вот этот толстый провод, это стартер. Вот, что ещё? Ну, по сути, вот и все здесь расключения не так много. А, ну вот тросик там с трансмиссии снять. Вот этот провод, например, идёт от трансмиссии. Он куда-то туда наверх идёт. И, наверное, вот он. Сюда, сюда. Слушайте, много как-то. Может, от трансмиссии проще его отключить. Сейчас буду разбираться. Ну, в общем, сейчас буду потихоньку здесь всё отключать. Готовить к выниманию мотора. Сейчас мне надо вот этот сенсор, новый. Вот этот, видите, у меня прикручен здесь. Открутить. Ключом я. Сейчас попробую открутить, мне две руки надо просто. Всё, двумя руками стронул с места его. Вот он. Так же, аж, видите, рукой пошёл. А, смотрите, он постоял немного. Видите? Ржавчина на дисках пошла. Но это не проблема. Первая же поездка и ржавчина уйдёт. Не хочет рукой идти. Ладно. Можем и ключиком покрутить. Тут просто, видите, немножко неудобно. Ключом. Он довольно длинный. Но мне его надо открутить. Это новый сенсор. Он, кстати, 600 долларов этот сенсор стоит. Он абсолютно новенький. Потому что мне надо вот эту вот гофру на глушитель. Видите, вот. Вот тут она сверху идёт как бы. Вот мне её надо заменить. Она прогорела. Ой. Не стоила бы дорого вот эта банка. Я бы её заменил бы целиком бы. Но она, зараза, стоит 2,5 тысячи баксов. Так. Камеру вот сюда поставлю. Вот. Всё, есть. Открутил сенсор. Убираю его в сторону. Я говорю, он новый сенсор. И мне его надо бы спасти. Вот он. У него ещё идёт вот этот модуль здесь. Это к нему, к этому сенсору. Сейчас я пойду возьму. У меня есть колпачок защитный от него. Одену на него новый колпачок. Чок родной. Чтобы здесь свернуть его. И его так зиптаем временно притянуть. Так. Следующий шаг. Открутить вот этот хомут. На глушителе. О! Так вот. Видите? Открутил здесь хомут. Хомут взглянул его. Оглушитель. Мог разняться. Вот он всё. Вот он, видите? Разнялся. Теперь переходим в другое место. Раскручивание. Теперь нам надо открутить. Вот там вот, видите? Болты два. Сейчас я посвечу вам. Вот. Так вот, камера. Какой-то. Ценарик здесь поставлю. Вот. Чтоб было видно, какие болты я буду откручивать, пытаться. Ох. Так, сейчас надо как-то продеть руку. Что-то не очень удобно на них попадать. Головки не видно их. Огни. Ох. Фух. Так. Так. надо как-то переставлять. Что-то мне мешает. Вот так вот. Ну-ка. Смотрите. Свет. Взял звёздочку на 14. Сейчас попробуем. Это вообще неправильный размер. То есть там 12 болты. Но она, видите, немножко под углом может одеваться. То есть те должны очень ровно одеться. И поэтому её сюда не одеть. Решает глушитель. Так, есть. Этот болт открутил. Теперь моя задача открутить вот те два болта. Вот. Не знаю. Вот вы их, наверное, хорошо видите. Для этого мне нужно собрать длинные удлинители и отсюда снизу их крутить. Снимать это будет, наверное, неудобно. Поэтому, ребят, сейчас я их откручу и продолжу съёмку. Откручим. Сейчас попробую его сюда вытащить. Я думаю, он должен сюда выйти. Потому что, чтобы вниз там надо поперечину снимать ещё. Сейчас попробую сюда вытащить. И так, пробуем сюда вытащить глушитель вверх сейчас. Провода с него. И вот сюда он должен сейчас выйти. Глушитель у нас тут отсутствует. Следующая задача. Вот эта проводка от двигателя, она уже почти отсоединена. Я её просто последний провод не раскручаю. А то машина обесточится сразу. Сейчас подумаю, как трансмиссию лучше. А то, может, её здесь рассоедините прямо на месте. То есть, чтобы трансмиссия осталась. Вытащить сам мотор только. Хотя, видите, если вытащить трансмиссию, в ней будет удобнее поменять масло, конечно. Чем это сделать на месте. Тем более, когда будет снят мотор, доступ туда будет просто идеальный. Так, что ж лучше сделать. Ну, пока не знаю. Сейчас посмотрю, как дальше рассоединять их. И тогда буду решать. То есть, посмотрю сейчас, насколько сложно рассоединить трансмиссию с двигателем. А также, чтобы будет более, не знаю, просто, что ли, и удобнее сделать. Ладно, продолжаю сейчас дальше. Покажу потом, что получилось.